Здравствуйте! Баба Галя на проводе! Не знаю, я что-то сегодня, короче, коричневой помадкой такой подкрасилась, еще сделала эту мандуляцию на голове, чувствую себя реально какой-то, блин, бабой старой. В последнее время я прям, не знаю, я так, мне кажется, постарела. 31 год, а я что-то стала либо изысканней, либо старее. Вообще, у меня очень начала грудь расти. Галярий, опять прыщ какой-то выскочил, непонятно, сейчас поеду, чуть-чуть подсушу свой самый большой орган тела, между прочим, кожа это самый большой орган тела, на секундочку, я это давно знала, не только сегодня. Короче, пойду на минут 9, подзакопчусь маленько, и надо сделать предоплату, заказала себе вещей. Уже неделю перебираю свои вещи, того барахла уже складывать не мог куда, уже два мешка раздарила, и одеть нечего, знаете. Вот этому костюму уже реально 2 года, но он еще такой более-менее. Единственное, что он в таких зацепках пошел, его надо стирать не в стиральной машинке, а вручную, знаете, потому что это типа атлас, но такой дешевенький атлас, и он хоть выглядит круто, но очень видно все эти, как бы, дефекты на нем. Так что сейчас поеду, выкину мусор, позагораю и буду, сделаю проплату за вещи, надеюсь, они уже к понедельнику придут, потому что, опять, я уже сколько раз говорила с этим, а с арти не связывается, это на пром.юа, я там заказываю постоянно. И я уже сколько раз себе обещала, что не буду там ничего заказывать, но, блин, у них такие доступные цены, если, например, там платье я заказала, такое спортивное прикольное, то средняя цена по пром.юа 380, там 420, и пошло-поехало. То на ассорте 270. Я на полторы тысячи купила 5 позиций, ну типа еду покупать. Так что, ну, блин, сервис, конечно, не огонь, но стоимость такая, ну, просто реально подкупает, поэтому, ну, не знаю, может, они чуть-чуть изменятся в этот раз. Завтра еду со Златой к гастронетерологу, у нее такой неприятный запах с утра изо рта, и она мне постоянно жалуется, что у нее болит животик. Ну, я это списывала, типа, на того, у меня животик болит, я там подойду, я ей поглажу два раза, но все, не болит. Я думала, что такие, знаете, детские шалости, але думаю, нет, все-таки поеду проверю на всякие пожарные, зачем, мало ли, что, может, просто какие-то там ферменты дадут, да, типа для пищеварения, потому что если с ротиком воняет, то это уже, конечно, нехорошо. Шо, будем ехать. Шо, встретимся в Солярии. В Солярии. Все, осень, уже все пожелтело, еще недавно бежала, было только все расцветало, уже все собирается, жизнь очень быстро летит. Так, мы находимся в Майами-Бич, это, как бы, детский бассейн и взрослые, то есть, можно отдыхать с детками, если взрослых, но мне не нравится. Во-первых, нету ни музыки, ничего, есть один телевизор, который не работает. Детский бассейн, сказали, 30 градусов температура, но мне кажется, что чуть-чуть меньше, но он такой теплый, вот, и, ну, такая-то грабовая тишина, то есть, приходишь, как бы, отдыхать, хочется, как минимум, чтобы что-то играло, то есть, ну, не знаю. Два часа 700 гривен, то есть 350 гривен в час. Это достаточно, кстати, много, если сходить из сцен сауны в нашем городе. Честно скажу, очень много рекламировали, очень много рассказывали, на самом деле, делать здесь вообще тупо нечего. Если у вас 20 человек, берите с собой колонку, еду, короче, все, то есть, это хуже, чем обыкновенная сауна, типа, я не знаю. Стоит 350 гривен в час на секундочку, это до хера и трошки, серьезно. Если в Акуле, например, стоит, где там тут свет включается в туалете? Ага, нашла. Если в Акуле, допустим, типа, там стоит час 270, это хамам и тому подобное, настолько все круто, здесь чепуха чепушная. Честное слово, заняться, по-перше, нема чем, нема ни музыки, ничем. Просто детский спонзовый бассейн и куча шариков задрепанных. 350 гривен за час, а аквапарк стоит 370 гривен за час, то это аквапарк. Это своих стаканов, то есть ты идешь сюда и, допустим, воду берешь для детей, ты должен взять с собой свои стаканы, здесь даже нет посуды, которые... Что, нажимается? Да. Покараем туалет. Покараем туалет? Покараем туалет? Да. Посмотрите на эту туалетную бумагу, серьезно. Не, ну вы серьезно? За 350 гривен за час вот это типа детей мы должны вытирать вот этой туалетной бумагой? Адекватно оценим все происходящее. Итак, вы заходите, вас сюда запускают вот в этой обуви, вы в ней ходите абсолютно легко, вам никто не говорит раздеться раньше. Знаете почему? Потому что раздевалка одна вот там в конце, а вторая раздевалка вот здесь. То бишь, я могу ходить обутая, с улицы, ладно, благо, что сейчас лето. Детский бассейн, шарик. Вот этот джакузи стоит, если ты его включаешь без того, что ты заплатил, это стоит 200 гривен. Круто, круто. Ребята, выходим, потому что уже время. И, а, кстати, вам приносят вот такой вот фен, вы сушите ним голову. Как я и говорила, как только я начну что-то загадывать наперед, сразу... На! Вот, Владик побьющий, видишь? Вот, царапочка маленькая. Ну, аккуратненько. Ходи. Ему никто не будет менять экран, тому планшету. Короче, с утра проснулись, завести Злату в садик. Как вы поняли, вчера я снимала, говорила, что иду к этой гастроэнтерологу и буду делать прививку. Значит, сегодня с утра она проснулась, кошлянула. Хотя, так, типа, соплей особо нету. О! И такая, ну, мокроту выкошляла. То есть, понятно, что уже ни в какой садик никто не пойдет. Решила, думаю, ладно. Если мы уже оделись, уже все, получается, проснулись, думаю, хорошо. Тогда съезжу в нашу больницу к гастроэнтерологу, к такому, знаете. Ну, у меня номер телефона есть, то есть отблагодарить врача в любом случае надо. Ну, у нас так заведено, я думаю, у вас тоже. Если идти, короче, в частную больницу к гастроэнтерологу, то гастроэнтеролог будет 250 гривен и УЗИ, или 200, или 300, не знаю. Если идти в государственную больницу, то УЗИ будет, типа, 50 рублей, ну, и врачу 200. Думаю, сэкономлю половину 50%, коль уже собралась, схожу в такую. Ехали в пробках 45 минут до больницы. Пришли туда, нас встретил, врач направил на УЗИ. Просидели в УЗИ полчаса в очереди. Потом еще ждали врача минут 40 с УЗИ, чтобы расшифровала. Врачи выписала мне таблетки, сказала, что с желудочком и с кишечником у нее все нормально. Боже, такая страшная, не обращайте внимания. Я сейчас готовлю вся. У меня сегодня фаршированные перцы и суп с фрикадельками. А то сильно много фарша наделала. И, короче, получается, что... Сказала, что с животиком все нормально, печень чуть-чуть увеличена. Выписала мне для печени. Так что, если у вас ребенок, там чуть-чуть увеличена печень, то сейчас покажу, что она мне выписала. Я делаю ингаляцию два раза в день. Даю ей также оскорил. Это для... Чтобы легче откашливать. Промываю носик хьюмором. И закапываю виброцилом. И... Что-то у меня есть. А, и пшикаю горло оросептом. Короче, побегала. Сняла классные видео. Почитала книжку. Сходила в солярий. Еще я планировала, что я сегодня на иголки заскочу. Короче, все мало порубеты. Все, до понедельника Юлечка сидит дома с ребеночком. Отдохнула, знаете, как это говорится. Я уже забыла, честно говоря, уже отвыкла, знаете, от того, что дети часто болеют. Раньше как-то это было как ритм жизни. Неделя в садике, три недели дома на антибиотиках. У меня еще сегодня Олежка приезжает. Буду его удивлять фаршированными перцами. И суп с фрикадельками. Так что такие дела. Все говорят, Юля, почему ты редко снимаешь видео, там, то-то-то. И какой личной жизни. Баба в декрете. Ну, знаете, меня спрашивают, говорят, декрет до трех лет. Я не знаю, у кого декрет до трех лет. У меня Злата тебе пять лет. И я до сих пор в декрете, потому что... Ну... Потому что я не могу, куда ее оставить и с кем ее оставить. Поэтому мой декрет, наверное, продлится, пока Злата не пойдет в школу. Когда она уже самостоятельно хотя бы не... Бутерброды не начнет сама себе петь. Ну что, встретимся завтра. Может, у вас есть какая-то идейка, какой снять ролик. Потому что буду сидеть дома. Эх, жид моя жестянка, а ну ее болото. Болеть неохота. Сегодня себе поделаю масочки для лица. Повтираю себе в кожу головы всякую чепуху. В надежде, что это что-то изменит. Ну, вас всех люблю целую. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok